Салют, идущий в пропасть. Я решил рассказывать тебе не только, что ты деградировал, но и показать, чего ты скоро лишишься, если продолжишь посасывать пивасик на диване и безмолвно соглашаться со своей никчемностью. Но при этом бурно фантазировать, какой ты великий во всех отношениях. Иными словами, если ты все еще безвольно плывешь по течению, то напомню, ты говно унылая. От тебя ничего не зависит, и с тобой можно творить, что хочешь. Но я решил не гнобить тебя каждый раз. Это перебор. Возможно, в тебе еще осталось что-то от человека. Поэтому сегодня я расскажу тебе легенду, которую услышал от одного моряка. Когда я бросил своего хозяина, долбанного, я отправился в свободное путешествие. Однажды я влез на корабль, который уплывал за океан, и подслушал разговор экипажа. Они спорили о перемене погоды. И тогда один из них рассказал легенду об океане. Океан. Колыбель жизни на земле. Он главный архитектор погоды. Над ним зарождаются циклоны и ветра. Формируются облака. Он управляет круговоротом воды в природе. Океан занимает три четверти поверхности нашей планеты и является ее полноправным хозяевом. Он завораживает своим спокойствием. Он поражает своей бескрайностью. Он восхищает своим бесконечным изобилием. Он изумляет своей силой, на фоне которой человек понимает, насколько он мал и беспомощен. Но как истинный хозяин своего дома, океан гостеприимен, добродушен и отзывчив. Долгие тысячелетия океан позволял людям все. Он позволял им плавать по своим водам, используя его ветер. Он кормил целые народы, раздавал свои богатства, разрешал открывать новые земли, пускал в свои глубины. И при всем этом, на сегодняшний день он остается для нас загадкой. Ведь даже космос изучен и исследован больше, чем океан. Но люди по своей глупости не оценили его доброты и восприняли ее за слабость. Люди начали безжалостно рыть землю, выкапывая из нее все, что назвали полезными ископаемыми. И вот люди добыли нефть и начали делать из нее горючее, резины, ткани, красители и даже лекарства. А потом, люди придумали пластик, и все обходы от этого производства стали выбрасывать в океан. Человеческий мусор заполнил то, что являлось колыбелью жизни. Океан терпел. Он пытался очиститься сам. Но люди продолжали его уничтожать. Образовались пластиковые острова, которые соединялись друг с другом, превращаясь в целые континенты, по площади, сопоставимые почти с половиной Австралии. Пластик нашли даже в Марианской впаде. Вся вода пропиталась микропластиком. Он попал во всех обитателей океана, и даже в плантон. Океан пытался предупредить людей. Он посылал им циклоны, один за другим. Тогда циклоны были щадящие, ведь он просил людей остановиться, одуматься. Он предлагал дружбу. Он просил не убивать их. Но когда люди лишили его своей главной функции – регулировать погоду, когда он изо всех сил все еще старался остудить идущий от центра земли жар, и понял, что из-за той грязи, которую в него сбросил человек и закрыл его поверхность, он уже не может это сделать. Тогда он понял, что умрет. И теперь океан восстал против людей. Он уже проверил в разных местах на прочность людей, послав к ним свои воды с берега и с неба, а где-то разбудив вулкан. Но это только начало. Он собирает все свои силы, чтобы нанести разрушительный, фатальный удар для всего человечества. Но у тебя еще есть шанс. Еще не поздно вспомнить его доброту, щедрость и заботу. Еще не поздно принять его дружбу и отказаться от своей алчности. Еще не поздно его вылечить. И тогда в благодарность он спасет людей. И если это произойдет, человек вступит в новую эру, в мир будущего. В мир, в котором будут все равны и прекратятся противостояния и противоречия. Закончатся распри и наступит эра справедливости. Век человека продлится и станет бесконечным. Но для этого людям нужно вспомнить, что они люди. Людям нужно вспомнить, что они на земле гости, а не хозяева. Людям нужно встать спиной к спине и всем вместе спасти океан и всю планету. Людям нужно объединиться. Только через какое-то время я понял, что эта легенда вовсе не легенда. Это и есть то, что на самом деле с климатом происходит. И тот, кто это рассказал, и есть настоящий человек. Не то, что ты, дебилоид. Он ценит жизнь и не боится брать ответственность за нее. А теперь взгляни на себя. Ты живешь по команде, под чужую указку. Пользуешься чужим мнением и называешь его своим. И ты, любитель доширака на своих вонючих ушах, веришь всему, что тебе впаривают с умным видом. Даже не проверяя самому. А потом вешаешь этот тухлый доширак на уши другим, говоря с умным видом. Это мое мнение. И все, бля. Теперь ты еще и умный, не только красивый. Сказать честно, Ихтиандр, вспоминаю я этого моряка и снова верю в людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok